Да, действительно, в Android Nuge 7 добавилась функция улучшена, даже она была уже раньше, но теперь улучшена, экономия трафика, и она работает следующим образом. Мы выбираем, каким приложением давать доступ к интернету в фоне, а каким не давать. Когда мы включаем экономию трафика, и мы подключены не к Wi-Fi, а к какой-то там 4G, допустим, сети, то трафик этих приложений экономится, и приложения не получают доступ к фоне, и сокращают, и еще приложения определяют то, что они сейчас находятся в этом режиме, и стараются меньше использовать трафик. Ну, Nexus 5 и Vulkan, как мы знаем, несовместимая вещь, как раз-таки это одна из основных там причин, как поговаривают технические блоги о том, почему на Nexus 5 не вышел 7-й Android. Но пользователи более современных устройств, с более современными графическими чипами могут оценить на более быстрой производительной графике с лучшими эффектами. В общем, игры будут еще симпатичнее в будущем, благодаря новому API Vulkan, которая доступна в Android 7.0 и выше. Да, если Edge, то, скорее всего, Samsung сделает обновление, поскольку Edge, я только понимаю, появился в префиксе с S7, значит, S6, S6 и S7, да, и обычно Samsung месяца 2-3 делает обновление, максимум полгода, поэтому скоро-скоро должен появиться Android, ждите. В новом Android обновился Doze Mode, я не знаю, называется ли он 2.0 или не 2.0, но он и претерпел действительно изменения, и эти изменения связаны с тем, что он активируется теперь не только, когда девайс лежит, допустим, ночью на столе и не шевелится, но и когда барахтается у нас в кармане или лежит в сумке или едет в машине, в это время приложения тоже получают ограниченный доступ к ресурсам телефона и меньше его разряжают, что повышает жизнь при работе от батареи. Это отличный вопрос, и ответ на этот вопрос мы, как разработчики по платформе Android, ждем от Google уже четвертый месяц, начиная с мая с Google.io, потому что до сих пор доступ к Instance Apps, как ранней Альфе, и доступен только избранным разработчикам, я не знаю кому, и они это все обкатывают, и до сих пор превью доступа даже мы не имеем, как разработчики, хотелось бы знать, но на Google.io показали, что да, действительно так можно, и это очень интересный анонс, будем ждать. И это даже не связано с новым Android, даже на старых это будет работать. Настроек на самом деле немного, нужно поддержать новый API, проверить, что все работает, что у вас нет никаких странных захардкожных отступов от верхнего бара Navigation, допустим, и проверить, что ваше приложение хорошо реагирует на изменения настроек конфигурации, потому что у нее размер окна меняется динамически, и проверить, что оно хорошо помещается в небольших окнах, а также можно задать в манифесте минимальные размеры окна, которые поддерживают этим приложением. А если ваше приложение не может поддерживать этот режим, то можно запретить принудительность, чтобы система не создавала его в многоконном режиме.